Ты, тут главное, не расстраивайся, я надеюсь, ты не очень обижаешься на меня. Субтитры сделал DimaTorzok И мы остановились на том, что пришли вот сюда. Я, на самом деле, плохо помню, на чем остылись, поэтому я говорю, что мы пришли сюда. По-моему, мы зашли внутрь, увидели громилу и убежали оттуда. Я хочу подождать мою Гердруд, не сломленную, а где она? Где Гердруд? Гердруд? Ты где? Я целый час ее прождал, а ее нет. У меня плохое ощущение, что, может быть, она умерла. Блин, надеюсь, такого не будет, потому что я не хочу этого. Внутрь мы, естественно, не пойдем, или пойдем, как вы думаете, стоит от того. Давайте посмотрим, есть ли у меня какой-то свиток, который мне поможет. Есть очень много, есть буран, есть огненный шар. Давайте огненный шар попробуем кастануть в него. Если ему от этого будет нормально, то, я не знаю, надо придется что-то придумывать. Или уходить еще раз. Ну, просто попробуем, просто попробуем. Может, на этот раз получится лучше, чем... До этого. Как в последний раз, я же помню, из-за чего я убежал. Чертов громила. Так, ну и где ты? А? Это бандит. Так, ты бандит, ты не... Ты давай этот... Я тебя вот так вот... А, нет, не луком, да что ж такое-то? Чих-чих-чих, что это было? Никого... Ничто это не было. По одному, пожалуйста. Стан. А теперь стой. Ого! Он умер просто от того, что попал мне по щиту. Ты что делаешь? Ты что, психованная, что ли? Опа, тебе щитом. Что ты так больше не делала? Может, получится как-то его обойти, но я думаю, что не получится все-таки. Поэтому мы с вами просто возьмем и... О, привет, ты что это сделаешь? Акнис, нормально себя чувствуешь? Я готов, и убираю. И делаю все, о чем меня попросит. Так я тебя освободил, ты можешь бежать отсюда, если хочешь. Я хочу зачистить просто это место. Ну вот, там есть спуск, но мы пока вот тут хлебушек возьмем. Тут хлебушек есть. О, рыбка. Ну что, есть еще? Делие лечения. Сумоубийцы, которые хотят со мной подраться. И я с радостью со всеми подерусь. О, я кого-то слышал. Ребят, что вы там делаете? Ага, бандит. Еще бандит. Это я. Давайте все под стан. Ой, маг. Как бы мне сейчас бежать не пришлось. Так, стой. Я не попал по тебе. Ай-яй-яй. Вот я действительно что-то не очень. А ты... У тебя глаза, кстати, красные. Ты что-то принимаешь? Так, зелье здоровья. Нет, мне нужно зелье лечения. О, вот такое средненькое. Два выпью, пожалуй. Ну все. Так, как сбить твою атаку? Твою-то мать. Все, это умерло. Ждешь ты, дождешься. Ну, на, забирай. Вот тебе кошелек. Прямо передо мной. Попробуй забери. Росбойник сильный какой. Нет, все, надо бежать. Надо бежать. Плохо себя чувствую. Ага, ты лучник? Ну, в принципе, давай с тобой так подеремся. Луками. Лучников против лучника. Опа, я мимо. Блять, вот тебя... Это, видимо, не грабитель был. Вернее, не... Как громила, а грабитель. Ух, блять, как больно-то. Действительно. Нет, не бей меня. Я же помру от одного удара. Так, надо срочно что-то делать. А-а-а. Близ, не разбегается. Что нужно сделать? Давайте попробуем... Выпить зелье. И взять все-таки свиток. Огненный шар. И попробуем кастануть в него. Ух. И мув вроде все равно нормально. Он себя плохо не чувствует. Блин, ну слушай, я даже не знаю. Давай. Забьем еще раз атаку. Так, бежим. Слушайте, ну это... Это невозможно. Ух, блять, я на что-то наступил. О, еще что-то. Надо уходить отсюда. Надо отсюда уходить. Что это такое? Что это за место за такое? Ну, выход. Я пойду просто на выход. Вы как хотите. А я пойду. Все, я понял. Все-таки до сих пор это мне не... Не по силам. Но зато я уровень апнул. И попробовал свои силы еще раз. Почему-то я думал, что на этот раз у меня получится. А Гертруд, видимо, где-то умерла. Такое ощущение у меня, что она где-то осталась. Потому что я ее не вижу. А где я вот ее найду? Где я был последний раз? Я шел с Хротгара до сюда, и она пропала. Ну ладно. Надеюсь, что она дойдет до меня. Если она все еще жива. Поговорить с пленом. А, это мы уже попробовали. У нас не получилось. Так, сообщить олигарцам. О, да. Давайте выполним эту миссию, раз уж мы пошли. Так. Это я точно иду правильно? Сейчас, чтобы я не извился. Да, я иду правильно. Поговорим с олигарцами. Посмотрим, что они нам скажут. Раз уж у нас забагал тот персонаж. Еще здоровья, пожалуйста. Вместе с одной способностью. Я хочу вкинуть себе на что-нибудь интересное. Что-то типа... Взлом бесполезно качать. Скрытность в жопу. Легкую броню в жопу. Стрельбу. Нет. Одноручие. Вот одноручие можно, кстати, прокачать. Что тут? Есть боевая стойка. Это я прокачал. Рубак у меня не качается. Косталом ударуют булавой. Удары мечом. Тут что? Лесной вихрь. Атаки с двух рук на 20% быстрее. А тут что? Силовые атаки с двух рук носят. Ух ты. Это можно двухручника выкачивать по этой ветке. А если по основной идти... Можете провести силовую атаку. Отноручим оружие. В спринте не насяд военный критический урон. В спринте ударить. Прорализующий удар. Силовая атака при движении. Ну... Ух-ух-ух-ух-ух-ух. А это силовые атаки наносят на 20% больше урона. С никакой шанса отрубить противнику голову. Йоу, я хочу это. А что надо прокачать? А почему не открылось? Отноручье оружие необходимо 50. А, я понял. Ну тогда ладно. Вкинем на что-нибудь другое. Так, блокирование. Блокирование есть? Есть. На 20% больше. Давайте. Щит. Это мое все. Щитом я пользуюсь очень часто. Он мне... Он мне помогает очень сильно. Поэтому я ставлю его... Буду его прокачивать. Дворучья оружия у меня не будет. У меня будет что-то типа топора. Вот как я уже сказал. И щита. Вот так. Это будет мой сет на всю игру, я надеюсь. Я не думаю, что я буду перехачиваться. Интересно, можно будет все... Скинуть все перки, все вот эти вот очки. И заново перераспределить их. Мне кажется, что нет. Но, наверное, есть какая-то модификация. Которая позволит мне еще и не такое сделать. Но я не сказать бы, что очень хотел пользоваться Какими-то сторонними модами. И чем-то еще. Меня очень часто, кстати, упрекают. Я что-то вижу огромное. Ух ты, ты, мамонт. Ёб твою мать. Первый раз его вижу. Ну не первый, конечно. Я его видел. Много где. На самом деле, я обманываю. Вот. О чем я говорил только что? Да. Насчет модов. И так далее. Меня очень часто за это упрекают. Говорят, почему ты не качаешь то, не качаешь это. Почему-то вообще без модов играешь. А я не хочу с модами играть, ребята. Вот меня устраивает все. Я максимум, что могу себе позволить. Это дополнение. Модификации. Это уже, я не знаю. Игра какая-то уже не такая будет, мне кажется, с модами. Я видел, что делают моды. И я не хочу, чтобы у меня были моды на игре. На Скайриме. Конкретно. Я вижу... Смотрите, отсюда видно этого великана и двух мамонтов. Он, видимо, их пасет. Пастырь. Можно отсюда прям стрельнуть. Попытаться. Ну, стрела, естественно, не долетит. Наверное, надо полностью себя прокачать, чтобы стрелы... Наверное, в любом случае не долетит. Господи, тут расстояние метров 400, наверное. Ну, в DayZ, по крайней мере, примерно столько бы и было. Вот. DayZ научил меня определять расстояние примерно. Ух ты, блядь. Ух ты, такие некроманты-новички. Ну так. А что вы? Взбиваете мне Крик своим вот этим полем? Серьезно? Новички. Высерь... Он, по-моему, поднял его только что. Они такое умеют делать. Но это уже и не важно. Да, он его поднял. Только что из мертвых восстал. Но я успел уже. Так. Мантию я твою продам. Довольно дорого она стоит. Для такого это... Ну, вот это можно было не брать, но я все-таки взял. Жадный человек. Я очень жадный. А что это вы здесь сделали? Что это за место за такое? Как будто бы площадка какая-то специальная. Для всяких ритуалов. О, Олежка. Смотрите, олень. Там два пса. Так, я не сбился, пока тут крутился. Йоу. Нет, не сбился. Нормально. Грязи крабы. Те самые. Ну-ка давай. Долетит? Долетел голос. Их там сполошило. Бедные креди крабы. Тут, кстати, недалеко находится какая-то пещерка. Я думаю, что можно в нее заскочить, раз уж нам по дороге. Почему бы и нет? Люблю такие вещи. Так. Прежде всего, песик получит пиздюлей. До свидания, песик. Давай сюда свою шкуру. И отдыхай. Кстати, мне сказали не продавать камни душ. Я все это помню. То, что этими душами можно заряжать оружие, от которого у меня садится. Опа. Ты кто? Какое ты выбираешь время, чтобы заблочить? Да? Ух, вот этот удар был. Хорошо, ты его заблочил. И он истекает кровью. Видите, это... Это моя способность, которую я себе взял. И она с ударов топоров... Топором, то есть топоров. Топора, она дает кровотечение. И он от этого кровотечения истекает. Видите, ему остается чуть-чуть буквально хп. Я могу просто отойти, он сам скончается. Это довольно удобно. Очень полезное. Очень полезный эффект, так скажем. Тут, видимо, обжитая пещера. Она не пустая, она именно бандитская. Бандиты ее обжили. Блин, я два раза мимо ударил щитом. Мне это так много стамина забрало. Интересно, а можно стрелу сбить? Как вы думаете? Вот если у вас летит стрела, вы кричите на нее. Вот этим безжалостной силой. Она, наверное... Это было бы классно, по крайней мере. Но я сомневаюсь. А чего он убежал-то? Нет, слышишь? Ты что бежишь? Ох, какой ты удар тут провел мне. А теперь моя очередь. Вот он истекает кровью. Ага. Так, сейчас я немножечко стаминку подкоплю и полечу на него. Не хочу я с ним перестреливаться. Вот так вот я тебя подстаню. Давай. И получай. Топором. Все, до свидания. Все. Есть там где-то еще, но они вроде сюда не идут. Тогда я пока обыщу его. Так, отмычка. Вот отмычки у меня, кстати, кончаются. Вот отмычки у меня очень полезны. Их надо будет. Даже покупать стоит их. Потому что на какой-нибудь мастерский сундук попадется мне. Нет, тебе не показалось. Сейчас мы с тобой встретимся. Подожди минутку. Меда здесь нордского сколько. Ах, вы алкаши-разбойники. Вам ближе бы бухать да грабить. Чертовы ублюдки. Ага. О, двуручник. Там кто-то болтает. Какие-то заклинания. Ой-ой-ой, успел. Морг выпил три пива. Что там? Песня какая-то. Оп-оп. Ну что? В полете. Вот жалко нельзя пробивать в полете. Или можно, на самом деле. Ты кин... Серьезно. Кинжалом. Кинжалом. На меня. В броне. Отважный парень. Отважный. И глупый. Секира. Плюс два силы. Ну не так уж и много, кстати. Орчий топор получается довольно неплохо для топора. Если он обычно стальной секиры двуручной. Почти, ну, почти ей вровень. Представляете? У меня в руках вещь, которая равноценно почти что двухручей секири. Давай, идите сюда. По дому. Четыре. Герой. Я герой. Ой-ой-ой. Ты по кому-то ударил. Так, оп, двое. О, хорошо. Вырву твое сердце. Давай. Вырвало мое сердце. Там у вас еще были. Ага, лучница. Ну давай поиграем, давай. Ты одна? Ты не одна, кстати. У меня с ней получится поиграть. О, давай. Как махает. Он комбо провел, что ли? Что из трех ударов? И бежит. Я убью тебя! Я тебя убью! Так, две лучницы, нечестно. Нет, 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 нет. Какие лучницы, вы чё? Надо было все-таки распиливать их по-старому. Микстура здоровья. Где у меня? Вот, еще два лечения. Ну и все, больше у меня на лечении ничего не осталось. Так, надо резко сейчас в темп. Роняй кал, бежать, потому что они уже тут. Ну все, пиздам. Я не знаю, что я сейчас буду едой отхиливаться. Жрем, жрем. Сколько влезет. Так, это не то восполнено. О, я, кстати, отожрал. Ну давайте тогда подеремся. А громила, вот, блядь, в чем дело. А куда я забежал? Я чё, к вам забежал? Так, ладно. Будет действительно кто-нибудь... Ох, господи Иисусе. Было тяжело. Что-то, да, ничего хорошего. Очередной громила только что был. И знаете, чё тут выход? Почему? Я ничего не сохранил. Ну, в принципе, пофиг. Очередная пещера. Мы в очередной раз получили люлей. Поняли, что я на самом деле очень плох. Мне надо вы... Что такое, почему я бегу? Странно. Мы поняли, что мне рановато, рановато выступать против таких ребят, поэтому я не буду, пожалуй. Кого там гонят псы? Это псы или кто? А, это псы и олени. Два пса и два оленя. Блядь. Саблезубый, чёртик. Чёртик ты, Саблезубый, не хочу я с тобой драться. Нет, а он хочет. А, нормально, он там пока. Я сейчас убегу. Надеюсь, он потеряет меня. Саблезуб, смотри, смотри, какой большой олень. Съешь меня, вернее, его, а не меня. А, меня не ешь. Тихо, тихо, тихо. Всё, всё, забудь обо мне. Я могу тебя даже пострелять, если хочешь. Прямо за ним полетела стрела. Но не достигла его. А он сейчас обратно побежит? Нормально. Я когда, кстати, куда-нибудь забираюсь, они сразу, знаете, так очень умно поступают, бегут куда-то в другую сторону. Вон, псы бегут. Куда бегут, непонятно. Ко мне, что ли? Смотри, как далеко видит меня. Давай, давай, пёсик. Ну, с тобой подраться я всегда рад. А всякие саблезубы мне вообще не нравятся. Так. Пёсик, дай-ка мне сюда свою шкуру. А второй твой друг что-то за мной не побежал. Странный у тебя товарищ. Так, мы уже на полпути. Нам надо просто не сворачивать никуда и бежать. Сложность-то тяжёленькая, я скажу вам. Какой я поставил? Есть легендарная, есть мастер, по-моему, перед легендарная. А вот у меня вот до и до стоит. Что-то типа средней. То есть средняя, сложная и легендарная. Вот если вот так вот распределять её. Я играю на средненькой. И на средненькой мне не очень просто. И кто это там ещё? Там, походу, ещё кто-то. Ещё один саблезуб? Ну, какой-то пёс. Не хочу к нему даже подходить. Или тоже, не знаю. Может, тоже саблезуб. Как-то странно выглядит. Ни на что не похоже. Может, это издалека. Так, я близко подойду, увижу его. Два клыка и пойму, с кем я попытался сейчас вступить в контакт. Но я этого не хочу. Не хочу. Человек? F5? Ты кто такой? Одержимый беженец? Что у тебя с кожей? Ты болен? Ну? Куда ты направляешься? Я возвращаюсь в Хайрок. Наш пастырь сбился с пути. И я боюсь, гнев Периайта обрушится на всех, кто останется с ним. Кэш знает куда больше. А лично я просто хочу убраться из Скайрима. И как можно скорее. А чем ты болел-то? Чего у тебя с кожей? Найти? Кэша, светилище. Дай, я просто попробую на тебя налететь. Потому что я парень... Такой. Ты одержимый! Да я одержимый! Я бью тебя просто потому, что ты одержимый, а не потому, что хочу забрать твое золото. На самом деле поэтому, ну, лучше всем будет знать, что я бью тебя только поэтому. Зря я тебя убил. У тебя ничего не было. Ну, ладно. Ты дал мне квест. Грязи Краб дерется с волками. Или волки дерутся скорее с Грязи Крабом. Грязи Крабу, ну, ничего хорошего, наверное, не будет от них. Мы, кстати, уже дошли. Тут те самые ликарцы должны быть. Если я их правильно выговариваю. Послушаем, кто это такие. Рорик Стэд. В таверну пойдем. Мороженный фрукт называется. Красивое название. Для таверны. Так. Опа, привет, ликарец. Как тебя? Оликерский. Я знаю, где находится женщина. Ах, хрен тебе, сначала ты мне расскажи. Ну, скажу я ей, что будет. Деньги, если они тебе нужны. О, неплохо. А теперь скажи, где она. А тут такое дело, она редгардка, как и я. Видишь ли, я не могу... Это неправильно. Да ладно. Денежки. Денежки. Ладно, просто потому что залагало. Мы не можем просто прийти за ней, не привлекая внимания. Угу, так убей ее сам. И ты можешь привезти ее к нам. У-у-у-у-у. Приведи ее к конюшням Вайтрана за городом. Мы будем ждать тебя там. Блядь. Эх, редгардка, прости меня, родного. Я беру только звонкой монет. Займы не даю и обменов не принят. Что у тебя есть? Погляди. Ты же только пищу продаешь, да? Неинтересно. Ладно. Слушай, а что интересно в последнее время? Мой безмозглый сон. Люди говорят, что в Рифтене есть кто-то, кто может изменить твое лицо. Ого. Заставить тебя выглядеть совершенно иначе. Пластическая хирургия. Найти скульптора лиц. Ммм. Вот это интересно. А ты кто такой, дяденька? Думаю, нам не о чем говорить. Ничего личного. Да? Ну и пошел в жопу. Знаешь что? Еще в богатых одеждах, да? Подеремся? Когда-то я был другим. Сильным, решительным. Ай, старый пердун. Вот ты кто. Взял к простому человеку, так плохо отнесся. Я даже не знаю, что сказать тебе. Слов подобрать не могу. Ну ладно. Пошли подставлять своего... Однорасовика. Вы не можете использовать быстрое перемещение в прыжке. Окей. Буду знать. Вот это для меня на самом деле открытие. Так. Все. Вперед. Ну что поделаешь? Не просто Жака так и разыскивает ее. Правильно? Что она на плохой сделать? Там я и не все рассказала. На меня с мечом напала. С кинжалом вернее. Ты ведь говорит, сейчас порежу там все дела. Я говорю, ну давай, давай. Говорит, защити меня все дела. Ну нахер. О, я не люблю вампиров. Согласен. А что такое Стражи Рассвета? Мы находимся на вампиров. Ищем этих проклятых кровососных... Кушайте вампиров. Исторожаем везде, где можем. Ну вампиры, блядь. Кто... Что-то я не замечаю никакой вам имперской угрозы. Значит, невнимательно смотришь. Вот как. Как и большинство остальных. Вы типа все знаете. А где доказательства? Дозорные, Стражи Рассвета, о чем ты? Дозорные охотятся за теми, кто поклоняется до Эдра. Потому-то их и разнесли в клочья, когда их противниками оказались вампиры. И по этой причине наш вождь изран возродил Стражу Рассвета. Настоящих, серьезных охотников за вампирами. Я вот сомневаюсь, что такие задания мне будут по уровню. То есть, понимаете, я же сейчас слабенький. Мне нужно стоит все-таки подождать. А потом вот эти вот... Это, скорее всего, из дополнения все. Стражи Рассвета, вот эти парни, которые прибегали. Их надо потом будет выполнять чуть попозже. Убиваете вампиров? Как вам записаться? Израну ты понравишься. К юго-востоку. Это к юго-востоку от Рифтина. Он и решит, выйдет ли из тебя Страж Рассвета. Ну хорошо, хорошо. А ты что здесь лежишь? Тебя так и не убрали. Я их тут переубивал, раздел. Голые парни лежат, и их никто не убирает. Вы нормально так работаете. Привет. Йон. Как тебя зовут? Йон, сын битвы. Йон. Так, ну что? Горцучая кобыла. А как мне интересно, я сейчас её убеждать буду? Запугивать? Каким образом я её заставлю пойти со мной? Если я же не такой уж, как-то сказать-то. По ушам ездить-то не очень хорошо умею. Убеждения у меня не сильно раскачивают. Есть ли новости об Оликорце? У меня не удалось... У меня не удалось перебить их всех, и они пришли за тобой. Ложь. Что? Как? Нет. Я думаю, вы не запретили находиться в городе. Вообще-то так и есть. Опять ложь. Они не смогли пробраться в город, тебе нужно немедленно уезжать. Ну куда же я пойду? Я не могу бежать вечно. Я могу тебе помочь. Ну конь гушен тебя ждёт, лошадь я буду охранять тебя по дороге. Опять всё бросать и уезжать? Что ж поделать-то? Если ты думаешь, что другого выхода нет, я верю. Нет. Давай не будем терять время. Не надо мне верить. А хотя я плохой же человек. Я за плохого человека играю. Всё нормально. Мне деньги дали, всё, типа, иди нахуй. Мне, типа, жалко... Не со мной жалко её. Как человеку жалко. А как персонаж, за которого я играю, похеру. Типа, окей, мне ждали деньги. Какая хуя разница? Ты самый лучший. Давай ты будешь моим папой. Да, только ты никому не рассказывай о том, что я сейчас сделал. Никому, пожалуйста. Вот растяба. Сам такой. Я мало того, что растяб, я ещё лжец. Ну ладно. Всё ради денег. Я человек наёмный. О, она бежит. Бежит со всех ног. На свою смерть верную причём. О, орк. Орчий топорист. Орчий топор. Орки могут на краткое время впадать в ярость берсерка и наносить двойной урон, получая только половину. Это сильно, кстати. Я бы использовал это. Кстати, у меня же есть какие-то способности, только я не помню, на что их использовать. Давай, 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 давай. Бежим, 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 бежим. Быстрее убирать. не успеешь я жила вроде спокойно все с тобой хорошо было а тут пришел я ничего не поделаешь надеюсь об этом никто не узнает вот этот чувак а тоже придется убрать потому что мы понимаете ты кто такой а ты дорог кто тот самый из рассвета что-то остановилась давай бежим 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 конюшня вон твой конь а вот и оликарец мы наконец встретились любезная госпожа чё сейчас будет что я наделал мое везение должно было когда-нибудь закончить вертеть людьми о чем я не знаю ой 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 судьи судьи схвачена ты как ты нормально себя чувствуешь и его парализовала теперь мы отвезем нашу дорогую землячку обратно в хаммерфелл ты тоже редко она заплатит за свое предательство а что она сделала я не причинят вреда глупый вопрос и пальцем не тронет но как только мы доберемся до места уже не мне решать что с ним ну хорошо хоть не так соберется тебя тебе полагается награда точно точно вот держи смотри не пропей все сразу если позволишь дать тебе совет не позволяй какой-нибудь смазливой мордашки обмануть себя она меня обманывал зачем вам нужна садия она продала город альберскому доминиону если бы не ее предательство танец устоял бы в войне остальные знаток а узнали об измене и она сбежала они хотят взять ее в плен живой хаммерфелл так и не покорился доминиону и и будут судить отлично ну раз я еще и благое сделала сделал ты тут главное это не расстраивайся я надеюсь ты очень кстати злостно выглядишь я здесь ты не очень обижаешься на меня ну по лицу вроде обижаешься на давить простишь меня перед смертью хотя бы я надеюсь на это давай гуляешь тебе чего я тебе вообще-то помог ты мне 500 золотых долл это золотых не так уж и много а ты че здесь стоишь собственно у каджи до чем ты может быть полезен чертов вор цыган торгаш все в одном лице каджит усатый котяра так ну а что насчет миссии кстати говоря давайте откроем журнал стража рассвета нет найти способ освободить роль до и стал морского плена вот кстати мы взяли эту пищу актен находится от мы не там ли были где мы хотели выполнить миссию ух блять как это далеко естественно мы забудем про это на ближайшее время дракон рожденный отправиться на солстайм ну собственно подождите какой-то миа да это не то йорк вот 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 урок сейчас будем выполнить найти сетилища поговорить с ярлом говорится давайте урок найдем пойдем по основному квесту это ведь основной квест должен быть где это если это далеко то я тоже на это забил подождите я что-то не понимаю вот данном вот я правильно сейчас смотрю прямо вот вот это нахуй еб твою мать как далеко что-то все меня управляют далеко ну и туда и тогда и урок подождет что у нас есть присоедините воротим буря поговорить предварительно заразнику посадить храма зуры это далеко далеко посмотрим 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 карту мне что где близко так я чё-то не понимаю где все цели вообще ни одно не вижу а я знаю почему я не вижу простите пожалуйста я вот так вот не нажал и поэтому они не выбирались у меня теперь они должны гореть вот первая пошла кеша святилище пошло влево вот здесь вот справа есть а вот это поближе будет найти скульптора лица в лифте и но это новый город я как бы не очень хочу а где 3 а вот 3 вот 3 фолкред поговорить с ярлом полка это фолкред намного ближе поэтому пойдем с вами фолкред посмотрим что за городишко попробуем взять миссии каких-нибудь еще чего-нибудь в общем просто разведаем для начала нам сообщение пришло то что яру яру поверли о наших наших добрых делах и теперь мы туда отправляемся фолкред и рифтом верно верно еще раз последний проверки все нормально все пошли что за место за такое здесь человек повешены это ли не тот а хелген тот что спалил дракон самые первые локации на котором мы были это руины хелгена интересно тут наверное где-то что-то можно найти интересное ну смысле золото может то что бандиты обосновались привет бандит дай покачаемся тот меня сзади ударил меня нет так ребята вычет это так ты пока там отдыхай я пока твою вот напарниц убью нет не заберешь наш что эти сильнее а папа папа и умер сердечный приступ не иначе не так забавно выглядит идет идет и падает так золото мог очень сильный ну и все идите в жопу тупые бандиты вечно у вас ничего нету внутри джей золота не очень много конечно ну хоть что то я здесь не будет каких-нибудь супер ребят да ну давай я только раз буду если ты меня убьешь сраная бандитка я проявить подниму за тобой ты наверное там прячешь от меня что-то какие-нибудь ящики давай ты свой лук зачехляй будет от крика даже урон получила отдыхай земля тебе пухом взяли лечение был я не взял его вот так вот собственно типичная драка с бандитом это я тебя еще жопу на мылю там чего не так так мнение рассказывает а в итоге получают как обычно от меня ничего мне не могут противопоставить вообще еще один айди в шоку догонишь хорошо подеремся не догонишь забудь обо мне я устал уже решил пройтись через хелгена там бандиты обосновались но надо же такому произойти чертовы бандюги стамина уходит очень быстро вот единственное что меня печалит пока что он здесь будет какие-то ухты перки может интересно так же держи пошел первый волчонок почему-то нельзя мгновенных обыскивать страна какое-то время проходит чтобы должно пройти чтобы ты смог что-то обыскать тут какая-то интересная конструкция на карна мини карте у меня какой-то домик и вон его бы осмотреть мне наверное был бы неплохо раз уж нам опять же по пути мы это и сделаем так аккуратненько главное тут не разбиться скалы это конечно классно скорее любит такие вещи когда по ним лазают но все-таки надо быть аккуратным олень напугал немножечко еще один олень что-то олени здесь многовато прям вообще чуть такое это срубленное дерево а это собственно само дерево все мы почти пришли у я уже вижу домик этот тут еще что-то человек за дом сосновая застава закрыта вскроем тогда раз закрыта нашел не не нашел сейчас открою почти прокачал взлом на 20 так вот так вот он готова